При первом беглом поверхностном взгляде действительно можно не заметить, что на выставке представлены и фотографии, и картины. Но при близком и более внимательном рассмотрении работ разницу найти можно. Всего этого не существует. Написано в пресс-релизе арт-группы. Правда, может, это когда-то и существовало, или существует воображение этих двух творцов. Сложно разобраться в вопросах объективности. Мир внешний и внутренний, хоть и неразделимые, но они бывают в противоположных углах. Например, мир техники, мир души, та реальность, которую можно увидеть в этом зале или из этого окна. Пропускает ли оно свет, или сквозь него видно только тьму? Члены Творческого союза Вадим Шаманов и Александр Шимборовский, объединившиеся в 2008-м, не противопоставляют фотографии живописи. И говорят, это всего лишь технические средства отображения творческих настроений. Каждый из двоих членов группы может работать как с живописью, так и с фотографией. Пока работа разделена следующим образом. Вадим рисует, Александр снимает. Но в любой момент обязанности художников могут поменяться. Способы выражения не влияют на конечный результат. Творчество авторов – это и есть их видение. Доля субъективного в объективном. Живописные работы без названия – это мир художника. То, какой ему видится окружающая пелена. Индустриальные пейзажи Киева и самим киевлянам показались незнакомыми. Конечно, ведь таким город они и не видели. Не смотрели на него под таким углом. Человека в кадре нет, но следы его остались. И эти плоды человеческой деятельности весьма интересны с художественной стороны. Человек, как царь природы, сам стал творцом пейзажей, городских ландшафтов. Колонны, поддерживающие нечто невидимое, но точно материальное. Арки, которые вполне могли быть нарисованы каким-нибудь художником. И в то же время не существовать в действительности. Люди разных возрастов, разных мировоззрений приходят на выставку, и это их объединяет. Это другой мир, и у каждого он по-своему резонирует. Выставка вызвала очень положительные отклики. Она необычная, но она интересная. Это красочная выставка. Самое, на мой взгляд, главное, что она заставляет задуматься человека. Она задуматься заставляет и о хрупкости этого мира, и о том, что действительно мы все на самом деле очень разные. И видим этот мир по-разному, и отражаем его по-разному. Абсентная реальность названия арт-группы возвращает нас к тому времени, когда этот напиток был запрещен. Аллегорическое имя «Союза» не только намек на то, что в группе работают двое, и лишь в комплексе получается создание нужного эффекта, но и незримая связь с творческими людьми тех лет той, сегодня уже далекой эпохи. Объединил киевских художников взгляд на философию и современное искусство. Члены группы говорят, что сочувствуют ему. В мире живом, разнообразном и красочном у каждого может и должен быть свой взгляд, как из каждого окна открывается своя неповторимая панорама. Василий Косенко, Данил Разумовский, Андрей Щук. Наши новости.